Всем привет дорогие друзья, мы продолжаем наше прохождение Дарк Мессиева в Might and Magic, и сегодня мы продолжаем пробираться через полыхающий город Стоунхелм. У нас появился новый помощник. Спасли мы Сражника прошлой серии, но правда честно говоря он меня уже достал. Он просто орет и орет, кого-то ищет. Ну он конечно нам немножечко помог с упырями, убили мы где-то здесь с десяток наверное. А он кстати неплохо так стрелял, немножечко помогал, но честно говоря достал меня постоянно, ищет здесь кого-то. Знаете у него наверное паранойя. Ну хотя на его месте я бы конечно не удивился, потому что в городе полным-полно некромантов, да и все всякие твари, упырей, которые лазают по крышам. Ладно, друзья, сегодня у нас план такой. Решил я прокачать все-таки отмычки, потому что знаете очков опыта у нас огромное просто количество, а нужно их куда-то тратить, да и дальше будет огромное количество различных тайников, поэтому решил я вкачать все-таки отмычки. 8 очков, поэтому в принципе не важно. Поставим отмычки. Так и слава богу я хочу уйти от него. Мы, друзья, для начала вскроем знакомый нам домик. Домик из прошлой серии, который по идее должен был открыть этот парень. А, тела уже исчезли, понятно. Но не по моей конечно же вине он умер, но в любом случае мы вскроем домик. С помощью вот таких вот отмычек. Честно говоря, я не знаю из чего он их делал. Отмычки совершенно кривые и косые. Наверняка из лежащих рядом гвоздей. Так, ну здесь у нас лежит зелемана и куча рыбы. К сожалению, и рыбу я больше брать не могу. Так, а здесь у нас противоядие. Ну, кстати, парень, видимо, был отличным рыбаком. Жаль, что судьба вот так вот обошлась с ним. Ладно, давайте открывать остальные секреты. Сегодня у нас будет день секретов. Огромное количество секретов и тайников. Так, ладно, пошли. Я сейчас тебя заморожу, парень, слушай. Откроем второй тайник. В прошлой серии вы уже немножечко его видели. Здесь есть такой вот камушек, который открывает решетку. Господи, опять по канализациям всяким лазаем. Вот, по великелю демонов, больше нечем заняться. Поздравляем, вы наш не тайник. Ну, как это ни странно, ну, или это совершенно нормально для города, то, что здесь огромное количество останков. Я сомневаюсь в том, что упыри столько набросали за все это время, но, видимо, так принято было хоронить здесь людей. И как это ни странно, здесь лежит уже знакомый нам посох Властелина Огня и щит земного огня. Господи, да кому они уже здесь нужны-то? Разработчикам, конечно, стоило лучше продумывать, куда ложить предметы. Потому что в который раз находить их здесь, это просто уже невозможно. Вот посох Огня, это реально вот уже пятый, наверное, просто за игру. Эй, ну ты будешь выбираться или решил остаться? Окей, отлично, так. А, нет, ты все еще жив. Ну, конечно же, я же переживал о тебе. Думал, не умер ли ты случайно. Но нет. Такс. Давайте еще один тайничок откроем. Ну, просто супер секретный тайник. Вот он. Да, это тайник. Представляете, это тайник с огромным бочонком, но там не эль. Здесь у нас лежит бедный парень. Свиток заморозки, свиток огненного шара. Нет, у всех у них есть, знаете, свитки. Но никто не пользовался из стражников. Да и сомневаюсь, они же не маги вообще. Но у них у всех есть свитки. Так, еще наверху кое-что есть. Естественно, что как бы мне забраться так по-классному. Угу. И здесь еще одно противоядие. Так, на этом вроде здесь тайники у нас заканчиваются, друзья. Ладно, отправляемся. Так, а здесь, знаете, у нас будет, скорее всего, куча упырей. И даже сражаться мне неохота. Уже больше нету сил никаких. Наверное, этот храбрый парень задержит их для нас. А мы пока что посмотрим, что здесь еще есть. Тут вроде больше ничего, что нам понадобится. Поэтому просто уходим. Конечно, парень. Сейчас ты покажешь всем этим монстрам, убийцам, где раки зимуют. А я пока что тайники поищу. Так, здесь вроде бы должен был быть тайничок у нас. Да, действительно, тайник с грибами. Но возьмем только один. Эх, зачем ты задавил-то их, парень? Так, ну там наш стражник Браво сражается, конечно же, со всеми порождениями ада. А я пока что по-хитрому. Слушайте, долго держится, оказывается. Парень, я за тебя. Всегда был за тебя. А, ты недолго продержался. Хотя нет, смотрите-ка, лучник, конечно, боевой. Наверное, это подло с моей стороны вот так вот оставить его там. Но, ладно. Не то, чтобы я боялся упырей. Нет, конечно же, нет. Так, здесь... А, все, что ли? Больше тайников-то не было? Ну, ладно, печаль. Ура, следующий уровень. Так, сегодня мы, друзья, да пройдем наконец-таки этот городок уже. И отправимся на последнюю локацию. И посмотрим. Очков у нас еще, друзья, огромное количество будет. Поэтому вкачаем огненный шар, скорее всего. И чары там. И все. Так, для начала посмотрим. Домик бесхозный. Не тронутый войной. Кстати, есть такой прикол. Знаете, еды нельзя собирать больше 20 единиц. Но если нам попадается ягодный сок, то мы можем взять больше 20 единиц. Это такой прикол, знаете, игры. Я не знаю, специально, не специально разработчики ставили. Но, видимо, они действительно любили ягодный сок. Что можно собирать вот выше 20 единиц. Так, зелье маны пополняем. Очень хорошо. Так, бутыльки мне не нужны. Здесь тоже ничего. Одежда короля воров. Блин, уже третья за игру. Я не знаю, короли воров, что ли, раскидываются одеждами? Гаррет, ты что там? Уже третью одежду теряешь? Или сбрасываешь? Я не знаю. Честно говоря. Так, зелье. И щит молнии опять. Уже не интересно. Уже даже скучно. Буханки с хлебом. Так, еще вверх. А, кстати, да. Здесь, друзья, будьте осторожнее в темноте бродить. Наденьте щит, потому что ловушечка. Вот, кстати, ловушечка, она не всегда обозначается. По идее, у нас есть зрение, с помощью которого, да, мы можем видеть секреты и ловушки. Но вот не всегда она срабатывает. Вот иногда буквально. Так, и здесь куча свитков опять же. Так, больше ничего нету. Окей, так, убираемся. Стойте. О, парень, привет! Местные зомбяка. Таких мы уже встречали у некромантов. Ну-ка, нет. Кстати, они очень хорошо мочатся вот с этой руки. Вот лучше всех на самом деле. То есть немножечко палил буквально. Ну, там, единиц 10, наверное, маны. И все, они подожглись. То есть идеальное просто оружие против зомбяк. Ну, надеюсь, и против других тоже так же хорошо работает. Как повезет, правда. Лучше их, правда, сразу же сбивать. Иначе они еще там ядом пышут на вас. Неприятные твари. Так, наверное, для начала я всех их убью здесь. Жаль, что вас превратили некроманты в зомбей. Знаете, тут такой уровень из Half-Life 2. Мы не ходим в Ravenholm. Всегда любил этот уровень в Half-Life. Ну, давай. Так, отлично. И последний вроде бы. Да? На зомбяка. Так, а вот, друзья, почему я прокачал отмычки. Потому что в этом районе здесь огромное количество запертых домов. И все они для вора. Ну, посмотрим, есть ли там что-нибудь ценное. В конце игры переквалифицировались вора. Ну, так как я люблю все собирать, поэтому это неудивительно. Так. Тайничок, опять же, ветчина, хлеб. Блин. Жалко все вставлять, конечно. А здесь целебное зелье. Ну, как вы видите, не особо полезно. Так, единственное, что мне бы все тайники вспоминать. Их здесь огромное количество. Надеюсь, что все пока что. Так, еще один домик. Как я говорил, вот лучшая система вскрытия замков, она всегда была в третьем воре. То есть, действительно классно там придумано. И, как бы, действительно ощущаешь себя настоящим вором. Так, нет, не понял. Опа, на. Вот это, да. Зомбяка. Ну, ты чего это? Ну-ка вниз. Так, заперли его здесь. Интересно даже. Свиток чар, свиток молний. Целебное зелье. Зелье полного исцеления. Ну, неплохо. Неплохие тайники. Так, зомбики. Наверняка еще кто-то остался. А, нет. Вот здесь, кстати, кого-то придавили явно. Правда, ничего от него не осталось. Но... Кого-то придавили. Так. Не повезло. Если Перси погибнет или возненавидит вас... А, так... А, ты Перси? Господи, я думал, ты крестьянин какой-то. Вот мы и пришли. Попробую впустить тебя внутрь. Блин, слушайте, реально. Его так можно случайно было и убить. Какой-нибудь зомби так перелезал через стену. Модельки-то все одинаковые фактически. Так, а, ты пока что... А, ты пока подождешь? Ладно, мы пока что секреты еще поищем. Ну, здесь стандартный уже секрет. С веревочкой. Эй! Так, опять сундук. Опять целебное зелье, конечно же. Так, и все вроде. Здесь ничего нет у нас. Даже не открывается. Ну, и в канализации, я насколько помню, там тоже нечего искать. Видишь решетку? Я открою ее. Когда уровень воды поднимется. Так, давай пустим воду. Давай пустим кровь. Нужно было сказать. Так было бы эффектнее. Видишь ветер? Поверни его, чтобы вода полилась. Как только уровень поднимется, я открою решетку и впущу тебя внутрь. В чем подвох? Сразу же. Просто одна мысль. В чем-то тут подвох. Ладно. Давайте еще один секретик пока что найдем. Вот здесь вот такие милые грибочки. Опять же у нас растут. За оградой. И опять ничего не собрать. Ну ладно. Большой волшебный гриб. Так, сколько у меня их? 17. Ммм, неплохо. Ну, знаете, вообще на конец игры. Будем их просто в конце там поедать и поедать. Просто так. Так-с. И-и-и-и. Так, все вроде бы. Больше ничего здесь нету. Давайте вот этот домик попробуем вскрыть. Видите, сколько домов. То есть, ну, под конец игры только отмычки нужны. И то не факт. Вообще без них совершенно легко со всем справиться. Так, это у нас таверна, видимо, местная. Пива мне тавернчик. О. Стой, ты замп... А, нет, погоди. Что? Ты что, спишь, что ли? Парни. Он реально спит. Господи, да он... Он всю осаду проспал, мне кажется. Может разбудить его или нет? Ну-ка, а что будет, если я разбужу ягодный сок? А, что, все? Больше нельзя брать. Больше 24 единиц ягодного сока нельзя. Понятно. Халява. Халява ушла. Это у него вообще просто прикол такой. Ну-ка. Ой, труп, что ли? Ой, блин, зачем я? Парень спал, я его так случайно ударил. Ну, ладно, извини. Станешь у нас новым. Ну, я же все-таки, друзья, злодей. Вы же не забывайте, я же злодей. Злой персонаж все-таки. Должен отыгрывать роль. Так, здесь что у тебя? Я жду! Ну, жди, чё жди. Ягодный сок. Бутылка с маной. Так, извини, я что-то... Что-то там сломалось. По-моему, у тебя что-то от механизма отпало. Я ничем не смогу помочь. Лишняя деталька. Так, здесь у нас... Что опять тайник? Ну, конечно же, что же это? Это тайник просто. Ну, я бы не стал называть каждое второе здание тайником. Зелеманы, зелья полного исцеления. Так, это если что мы возьмем. Так, свитки, свитки, свитки. Везде маги у них живут в этом городе. Обалдеть можно. Опасный городок-то. Так, ну ладно, пошлите. Пускать кровь. Так, правда, знаете что? Может, даже пускать кровь и не буду. Ну, совсем, может, немножечко пушу. Для вида. А так-то, да, наверное, так... О, некромант! Ты такой крутой, страшный парень. Высший некромант, однако, был. Так, ну-ка, второй. Третий. А, нет, смотрите-ка, не толкнулся. Скорее, быть может, арантир уже там. Да ладно, он туда еще не пришел. Слушайте, выжил один парень. Получай. Сейчас я открою решетку, а ты потом получай. Вот тут, кстати, упырей дофига уже стало, поэтому, друзья, нафиг это дело. Хотя вот это еще сделаем. И побежали отсюда. Перси, удачи тебе. Всего хорошего с армией некромантов. Некроманты-то плавать не умеют. Да здесь вообще никто не умеет. Давай, Перси, удачи. Поднимай решетку-то. Кстати, они могут его убить. Все возможно, кстати. Будет, конечно, неприятно. Но если мой план не сработает, поэтому лучше мы пойдем. А, господи, опять канализация. Еее, следующий уровень. Так, ну неплохо движемся даже. Очень неплохо. Так, по идее, можно было вообще весь уровень пробежать со щитом. Даже следующий можно весь уровень со щитом пробежать. Даже ману не тратить вообще. Да даже дело не в трате, а просто долго их бить это все. И умирать, видеть тигран загрузки постоянной. Так, а, кстати, тайничок. Бутылка с маной. Еее, какая, друзья, все-таки красота. Все-таки умели строить в шикарных местах города людей. Вот это ведь все-таки, наверное, грифоны все-таки. Или сокол, вот империя. Вот я сейчас не помню, какая империя. Грифона или сокола. Сокола-то было до грифона. Скорее всего, грифона. Там вроде даже потомков-то уже не осталось. Так, друзья, здесь есть, в принципе, еще один тайничок. Но, знаете, вот как-то добираться до него, вот. Мне, честно говоря, лень. Но давайте попробуем. Здесь как бы можно было бы идти лекинезом, но там очень плохо бы. Не получилось бы. Так, главный персонаж, не смотри вниз. Не смотри вниз. О, господи, я посмотрел. Так, да. Вот, честно говоря, персонаж самоубийца. Он лезет сюда за волшебным грифом. Это такой бред. Ах! Я чуть не свалился, кстати. Ах, а сейчас обратно. Это самое веселое. Как просто как? Как это он делает? Так вот. Ну, я же не хотел сюда лезть сегодня. Ну, зачем я полез сюда? Так, давайте сохраняться через каждый метр. Нафиг это дело. Так, все. Правда, тут нас встречает наш старый добрый друг, Паукай. Господи, да как ты здесь оказался-то вообще? Вот у меня единственное интересно. Черт возьми, Паукай здесь. Да они же не водятся даже на острове. Не то, что здесь. Так, для начала убьем Паукай. Окей. Так, дайте вспомнить, где у нас находится Баллиста. А то так бить, конечно, его будет не очень. Так, нет, Баллиста у нас не здесь. Слушайте, а может в окно выстрелить? Так, ну бой на самом деле очень легкий, поэтому просто... Не хватало. Жаль, я не могу всюду возить ее за собой. Да. Так, ладно, Паукай, не двигайся, главное. Ну, а он двигаться будет. Так, все, отходим, потому что щит сейчас закончится. Ставим новый щит. Ну, для мага здесь вообще изи битва просто. Так. Ну, на два удара где-то хватит. То есть 20 секунд держится. Так, все. Накладываем щит, сохраняемся. На всякий случай. Паукайчик, паукай. Ну-ка, иди-ка сюда. Вот и все. Любовь моя. Нас ждет некрополь и весь мир. Вообще, без понятия, как он здесь оказался. Это же настолько редкое существо, что непонятно вообще, как он здесь оказался. Наверное, Арантирса бы привез. Ну да, мы открываем путь в некрополь. Но для начала мы секретики откроем. А потом уже в некрополь пойдем. Опять же, интересный секрет, завязанный на физике. Ну-ка, все, нафиг надо. Так, дровишки, дровишки. Кстати, интересная система. Так, хлеб, хлеб. А, знаете что? Здесь понадобится телекинез. Как это ни странно, персонаж не может поднять дровишки. Ему нужен телекинез для этого. Слишком он ленивый маг. Так, ну хлеб придется тоже, видимо, убирать отсюда, нафиг. Таким вот образом. Так, и... А, нет, 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 стой. Хлеб-то хлеб, хлеб убери. О, ну ладно. Сейчас это потихоньку корзинка у нас пустится. Можно, конечно, было и через решетку телекинезом тоже все достать, но... Я же ленивый маг. И мы не ищем легких путей. А здесь у нас такая с припасами. Зелеманы, опять же, ягодные соки там всякие. Зелия полного исцеления. Все это нам не нужно уже. Все в некрополе потратим. Так-с. А дальше куда? Дальше нам наверх. Так, что там? Метлы. Механизм. Но что он открывает? Кстати, друзья, будьте очень осторожны с этим механизмом. Потому что с ним часто возникает баг. Не хочет крутиться механизм этот. Можно потренироваться. Надеемся, что никаких багов у нас не будет. Но вот у меня очень часто возникал баг, что вот ни туда, ни сюда. Просто не крутился и все. Так, это мы откроем дверку. Так, отлично. Так, нет, наверх. Главное, запас сил еще восстановить, потому что придется бежать. Да, придется бежать, потому что механизмы все, они не способны, как бы, закрепляться на месте. Поэтому придется бежать нам. Интересно, так все делали. Да, нормально. Вроде работает. Просто главное, знаете что? Не крутите два раза. То есть, один раз покрутили и все. То есть, а если вы остановитесь сейчас, потом фиг его заведете обратно. Так, все. Открылся. Все, побежали. Такой вот бред приходится делать. Не закрывайте меня, подождите. Некрополь. Меня ждет. Сэр, как я рада. Как ты мог позволить этому существу остаться внутри себя? Ты предал меня. Ты всех нас предал. Я... Я не позволю тебе пройти. Прости меня. Да кто ты такая? Твое мнение, как будто бы кто-то спрашивает. Я ждала этой минуты с тех пор, как впервые увидела девчонку. Давай, Элина. Замечательно. Давай, покажи, какая ты великая ученица. Ха-ха-ха. Да. Я давно ждала, что ты это сделаешь. О, да, любовь моя. Теперь нас ничто не остановит. Что? И это все? То есть это все? Больше она ничего не расскажет? Эм, да, друзья. Я на самом деле... Да, я в глубокой печали. На самом деле. Я надеялся на какие-то уникальные диалоги еще. Я что, ее просто так? Все это время тащил? Да, ну и бред на самом деле. Ё-моё. Слушайте, я уже пожалел, что не убил ее в паучьей яме. Это же неинтересно вообще. То есть это все? Насколько я понял. Ха-ха. Ой, друзья, бред. В общем, совет, друзья, такой. Убивайте ее в паучьей яме. Потому что вы, ну, пропускаете довольно много интересных диалогов. Потому что, когда вы убиваете Лину в паучьей яме, Тогда Зана начинает с вами разговор о том, что Лина, она принадлежала когда-то к древнему роду. Ну, точнее, сейчас она является последним выходцем из древнего рода Фальконе, по-моему. И как предрекал сам Шизар, то есть, что покуда этот древний род продолжает жить, тогда Кхабелех не сможет выбраться из своей тюрьмы. Только после смерти последнего из рода Фальконе Кхабелех сможет выбраться наружу. В этот мир. Так предрекал сам Шизар. И вот об этом как раз таки рассказывает Зана, когда вы убиваете Лину. Плюс к этому, что самое интересное, Арантир ведь воскрешает снова Лину. То есть, когда вы приходите сюда, да, снова будет бой с Линой, но Лина будет уже в качестве личия. И она здесь тоже еще одну интересную речь толкнет. Но, господи, она здесь сказала буквально пару слов. Ах ты, демон, негодяй, ты меня предал и все. И это все, что ли? Господи, я разочарован. Да хоть новую игру начинай заново. Блин, так неинтересно вообще. Господи, зачем? Зачем я это сделал? Друзья, почему вы меня не уговаривали? Я ведь просто думал, я когда сюда доходил, я как бы уже четко знал, что я буду добрым, да, персонажем. То есть, я обычно ее не тащил за собой. Хотел посмотреть, что будет, если я ее сюда притащу все-таки. И на самом деле ничего интересного не будет. Блин, я разочарован вообще. Ладно. Что поделать? Начинать новую игру. Новая игра. Ладно. Не будем, не будем, не будем попадаться в панику. Дальше, по крайней мере, тоже будет интересно. Ну, в общем, знайте то, что хотите играть за зло, убивайте паучья ями. Будет намного интересней. А здесь же она такая, ты украл мою душу, в качестве личи придет. Теперь я заберу твою вместе с Арантиром. Со всякое такое начнет вещать, блин. Так круто было бы. Ладно. Да и Зана не будет тогда нас всю серию там пилить. Эх. Лина, Лина. Еще два очка. О, видите, 12 очков. То есть было бы у меня где-то около 20 очков. Я даже не знаю, на что все это тратить. Просто огненный шар, либо чары поставим. Либо и то, и другое. А, и то, и другое поставим. Оказывается, это да. И то, и другое. Эпилог. Он здесь, рядом. Арантир, в чьих руках череп теней. Я найду его. Брошу ему вызов и поставлю точку в нашей борьбе. Череп станет моим, как предвещало пророчество. Берегись, Арантир. И я иду за тобой. Заберите Арантир от череп теней. Ха, так просто. Как отнять конфетку у ребенка? Конфет... Конфетку. Блин, господи, да что ж такое-то? Когда же я перестану-то уже заговариваться? Час расплаты близок, мой принц. Вместе мы одолеем Арантира и заберем череп. Да, ха-ха-ха, да. Противоедие. Помоги мне. Кто ты? Я помогу тебе, Ишман. Мой отец. Мой отец, король Врабик. Один из четырех мертвых королей Стоунхелма, кое поведение Арантира преграждают твой путь. Отпусти мое тело в великую пропасть. А-а-а, Ишман, скверный мальчишка. Я даже его слегка уважала. Не сомневаюсь, он заслужил это наказание. У меня и без того мало времени. И что, друзья, еще один персонаж. Кстати, его история рассказывается как раз-таки в Героях 6. И что, друзья, был один из первых герцогов священной империи Грифона. Ой, 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 лишь бы не упасть. Ну, давайте немножечко вообще поговорим о нем, что это был за персонаж у нас. Знаете, ведь раньше люди, они поклонялись богу Илоту, богу воздуха, дракону воздуха фактически. Но местный император или король, когда правила империя Сокола, пришли ангелы. И он заключил там с ними договор. То, что они начинают помогать людям. При этом все люди должны уверовать в нового бога, это Элерато, дракона света. И что, ну, конечно же, эта идея крайне сильно не понравилась. Он был очень сильно против этого и решил развязать там гражданскую войну против императора. При этом, до этого, конечно же, ангелы как бы не были настроены враждебно против него. Они даже соорудили ему меч. То есть собственный меч, там, из ангельской стали. То есть шикарный просто меч. Он отказался его принимать. И сказал, чтобы ему выковали другой совершенно обыкновенный меч, который потом уже передавался потомкам из поколения в поколение. Но, правда, пока его ковали, он не дожил до этого момента, потому что его отравили. Поэтому после этого вот и как раз и стало принято передавать этот меч из поколения в поколение потомкам герцогства Грифона. При этом, как, да, вот он настолько... Его душа была неспокойна. И то, что вот такая смерть его постигла. То, что она стала снепрекаяна в этом мире. И после этого там местный орк-шаман Тагру. Многим известным и по пятым героям, и по шестым героям. Потому что над ним стебаются как могут в этой серии игр. Он главный, знаете, шут просто. Он там заключил союз с демонами. Его зовут Тагру. Месть Павла вроде бы как-то так. И он смог воскресить снова Иштвара. Ну, вот знаете, насколько помню, он Иштвар нам помог. Иштван, точнее. В шестых героях. Он помог нам бороться против герцогства Волка. Но при этом его душа была все-таки настолько неупокоена. Да, настолько он постоянно хотел в бой. Хотел мести и так далее. Что нам пришлось его упокоить. Правда, не знаю, почему он сейчас снова... Ну, видимо, как душа он все-таки остался непрекаянным. Но как лича мы его упокоили. Таких шестых героев. Так что вот, друзья, такая вот небольшая история про Иштвана. Поэтому здесь мы его окончательно упокоим. Но он как бы всегда зато был предан Грифону, да, несмотря на то, что он мертвец. Но он слишком был, вот у него это слишком яростно защищал земли Грифона. И поклонялся богу Илату. Или Илату там. А, зомби. Слушай, у меня против тебя ведь оружие есть хорошее. Или не хорошее. Не понял? Ты будешь говорить-то? А против этих зомбиков-то не действуют нифига. А-а-а. Да нафиг тогда это нужно. Как говорится, я расстроен. Ладно, друзья, мы закончим сегодня на этом серию. Оказались мы в огромном некрополе. То есть здесь, друзья, похоронены все потомки. То есть различных там Грифонов, Сокола, Империи, там Волка и так далее. То есть, ну, все основные слои королей общества и так далее. Ладно, друзья, на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Теслер. В следующей серии мы не доберемся, конечно же, до конца, до орантира. Но будем исследовать некрополь. Потому что это просто огромное сооружение. Здесь куча могил и так далее. В общем, это внушает. Ладно, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok